Виктор Михайлович, здравствуйте! Спасибо вам большое, что в таком плотном графике уделили время нашей программе. Завтра в Большом зале филармонии в рамках международного фестиваля Юрия Башмета вы дирижируете концертом произведений вашего земляка, композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Государственного симфонического оркестра Беларуси. Чем замечательен лично для вас этот концерт? Этот концерт для меня замечательен неожиданностью, потому что очень часто к чему-то готовишься, готовишься, готовишься и где-то перегораешь. Ждешь этого, ждешь и перегораешь. А вот неожиданность – это такая интересная штука. Неожиданно позвонили и неожиданно пригласили продирижировать концерт Валентина Сильвестрова. Я, честно говоря, сначала думал, что это шутка. Почему? Потому что Валентин Сильвестров – это выдающийся украинский композитор, который исполняется очень часто в мире, но очень мало исполнялся в Украине. В силу непонятного языка музыкального, в силу какого-то упрежденного отношения к нему, такого оппозиционерско-диссидентского отношения. Музыка Валентина Сильвестрова для меня очень знакома и очень близка. Почему? Потому что я очень долгое время работал дирижером Национально-симфетического оркестра Украины. Национально-симфетический оркестр Украины и мой коллега, главный дирижер этого коллектива Владимир Сиренко, это люди, которые фактически были первооткрывателями музыки Сильвестрова. Я не дирижировал эти произведения, но я очень хорошо знаю их, и очень хорошо знаю, как сложно рождались эти произведения. Так что мне это очень близко и очень знакомо. Поэтому я очень рад, что я буду завтра дирижировать этот концерт. Вы с 2007 года работаете в Беларуси, возглавляете оркестр Большого театра. А как возникло сотрудничество с Государственным симфоническим оркестром Беларуси? Я даже раньше начал сотрудничать с оркестром филармонии, чем с оперой. Потому что я когда-то приезжал, раньше были Дни культуры Украины в Беларуси. Мы приезжали с большой очень делегацией, это в 2004 году было, по-моему. И там я дирижировал этим коллективом первый раз. И потом каждый год у меня где-то один-два концерта. Александр Михайлович замечательный дирижер, руководитель этого коллектива, меня довольно часто приглашает. Я очень рад, что меня часто приглашают, потому что очень мало мы имеем симфонических концертов здесь. К глубокому моему сожалению в театре хотелось бы значительно больше. Но такие обстоятельства, такая ситуация, что не все получается в этом плане. Поэтому иметь возможность дирижировать симфоническую музыку в Минске, для меня это очень важно. Если вернуться к началу вашей работы в Большом театре Беларуси, все-таки для вас, одного из лучших дирижеров Украины, это была работа в другой стране с новым уже сложившимся творческим коллективом. А каким было ваше видение оркестра, Большого театра, и насколько успешно, по-вашему, оно притворилось в жизнь? Всегда в Большом театре Беларуси оркестр был всегда очень и очень сильным. Я вам скажу, почему. Потому что Минская школа инструментальная очень на высоком уровне. Она была одна из лучших в Советском Союзе. Вот та инструментальная культура, которая присутствует, плюс было очень много выдающихся дирижеров. Это и Вощак, и Проваторов, и Анисимов, и Дугашев. Этим дирижерам удалось создать великолепный коллектив. У меня, в принципе, была очень сложная задача, потому что надо было те позитивные вещи сохранить, плюс сделать позитивное свое. Это очень сложно, потому что, когда все плохо, это нормально, можно что-то сделать. Но когда хорошо, и приумножить это, дать этому какое-то позитивное начало, позитивное развитие, это довольно сложно. Но мне кажется, что это удалось. Знаю, что вы много работали в области филармонического дирижирования. А чему пришлось научиться, придя в оперу? Очень многому. Опера – это специфическое искусство. Оно очень многогранное и очень разноплановое. То есть, если филармония – это более элитарное искусство, где ты можешь воплотить свою творческую мысль, свои творческие уподобания, то в опере ты всегда должен учитывать моменты сцены, освещения, ямы, метроритма. Одни воспринимают это негативно, но я в этом негативе нахожу позитив. Почему? Потому что оперное искусство, оно все-таки ближе к людям. И придя на спектакль, они, слушая музыку, черпают и то, и то, и то, и то, и то, и обогащаются. Виктор Михайлович, спасибо вам большое за интересную беседу. А я нагадаю, что сегодня калейдоскоп был у гостях уголовного дырыжора Великого театра Беларуси, заслуженного артыста Украины, лауреата национальной театральной премии Беларуси Виктора Пласкина.